Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и сегодня мы с вами откроем 100 денежных сквиши! Да-да-да, это не шутки, и это не какой-то там рофл! Действительно, я купила денежные сквиши! Не прошло и тысячи лет! Мне многие из вас писали в директ, Маша, появились денежные сквиши, денежные сквиши! Я даже находила пару комментариев под своими роликами, и, наконец-таки, я их нашла и купила! И, наверное, вам интересно, сколько же стоил один денежный сквиш? Ни много, ни мало! 450 рублей! Как мне кажется, все-таки это много, нежели чем мало! И что же нам обещает продавец? Ну, тут, в принципе, все стандартно! От 100 до 5000 рублей! И, знаете, по ходу последних событий я сейчас буду просто молиться на то, чтобы найти хотя бы одну пятитысячную купюру! Я очень хочу в это верить! А лучше 2-3 или лучше сразу 10! Не, ну это я чуть-чуть прям загнула! Короче говоря, прежде чем мы перейдем к распаковке, хочу передать приветы своим любимым подписчикам, чьи комментарии появились прямо сейчас на экране! Тык! Ребята, огромный вам привет! Надеюсь, у вас все супер-пупер круто, и вы классно начали свое лето! Кстати, да, я вообще не понимаю, что лето уже началось, я его как будто до сих пор жду вот когда-то, оно там придет, оно уже есть, и я вообще еще не отдыхаю! Кстати, вы уже успели куда-нибудь съездить? Там, на озеро, хотя бы в парк или еще куда-то? Напишите в комментариях! Ну и да, если ты хочешь попасть ко мне в видео, то пиши комментарий! Ну а теперь покажу вам, что я сегодня забрала из пункта выдачи! Глядите! Вы готовы? Та-дам! Все, понимаете? Вот такая вот маленькая коробочка, в которой должно быть 100 штук денежных сквиши. Соответственно, у меня вопрос, они там что, очень хорошо все смяты, потому что коробка, ну, реально очень маленькая. Сквиши, как правило, ну, вот такого размера, с мой кулачок, бывает чуть больше, чуть меньше, но в среднем как-то так. Я уже хочу побыстрее все это открыть, так что давайте смотреть, что за денежные сквиши, каких они форм, каких цветов и вообще сколько там денежек мы найдем. Погнали! Раз, два, три! Прямо сейчас я сниму эту замечательную обертку, под которой, я надеюсь, будут сквиши, и мы их увидим. Я закрыла глаза, чтобы вы это первые увидели. Божечки! Мне кажется, это машинка. Это же не сквиши, это сквишулечки. Ребята, это реально не сквиши, я не знаю, как называются эти антистресс игрушки, но когда они были безумно популярными, и когда они у меня были в распаковках, я их называла сквишами, вы меня, самые-самые опытные и прошаренные, поправляли и говорили, что, Маша, они называются вот так-то. Но я не помню уже, как? Да, тут кролики, что ли, всякие? Ой, божечки, а где тут деньги? Вот, ребята, смотрите, тут какая-то штучка. Очень похоже на водяную бомбочку какую-то. Прикольно. Ну, ребята, это не сквиши! Вот эта штука 450 рублей! 450! Она же стоит максимум 50-60. Она очень маленькая, просто посмотрите! Она такая мягкая. Да, она прикольная, давайте растянем. Дотянувочка, это не сквиш! Сквиш должен помяться и восстановиться. Ну ладно, он клевый, он, кстати, один такой красивый. А вот еще есть белый, есть голубой, фиолетовый, желтый, розовый. Вопросов, конечно, очень много, теперь самое главное досчитаться тут 100 штук. Так что предлагаю все пересчитать, чтобы было все четенько. Надеюсь, вы готовы. Погнали! Спасибо! Тут еще пакетики какие-то. Ну что, ребята, я все пересчитала, и тут все четенько. 10 на 10, 10 в ряд, 10 в этот ряд, 10 на 10. Получается ровно 100 штук. Ну хотя бы с этим у нас все отлично. Нужно выбрать срочно первый сквиш и посмотреть, что он нам принесет. Ты не поверишь, но я смотрела тоже на него. Я тебе реально говорю, он такой яркий и смотрит прямо на меня. Открываем. Это что, шарик? Это реально шарик, ребят. Ужас, как туда затолкали. И первая купюра, которую мы нашли, была наша любимая всеми. Соточка! Да, ребята, соточка. Здравствуйте! Начало положено. Не могу сказать, что оно супер шикарное, но какое и есть. Теперь давайте откроем снова желтого кролика. Это нужно постоянно доставать сначала маленького кролика, потом денежку. В желтом кролике, походу, тоже сотка. Да, ребята, в нашей кассе еще 100 рублей прибыло. Итого у нас есть уже 200 рублей. И два замечательных желтых кролика, которые не очень денежные. Поэтому желтых мы больше открывать не будем. Давайте откроем беленьких. Вот этого. Божечки, какая лапочка. Их так сложно заставать. Может, мне взять ножницы и их как-то подрезать? Йок-макарек, тут тоже 100. Но пока что у нас только три сотенчика. Раз, два, три. О, ребята, смотрите, какой он классный. Так и хочется его пожмякать. Отлично подходит для того, чтобы снимать стресс. Опа. Тут что-то не красное. Ребята, тысяча. Она такая потрепанная. Или нет, вроде нормальная. Проверим ее. Что она мятая? Она очень мятая, но вроде оригинальная. Настоящая безумно сильно пахнет деньгами. Фиолетовый. У нее такой тоже хвостик. В фиолетовом кролике у нас, внимание, а надежды были. Но нет. Тынь, 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 тынь. Наша команда кроликов готова. Продолжаем распаковку. Я вооружилась ножницами, чтобы было все намного удобнее. Зацените. Ой, какой милаш. Он в каком-то порошке. А, это блески. Он с блесками. Видите? Офигенский. Смотрим, какую сумму денег ты нам принес в семью. Я хочу все это делать ножницами. О, уже дело пошло иначе. Ребята, тут косарь. Розовый кролик принес нам целую тысячу. Ура, кролик, спасибо. Давай следующий выбирай. Серий, ну, беленького. Беленького. Давайте посмотрим на беленького бельчонка. Он такой красивый. Ооо. 200. 200. 200. Ни много, ни мало. Целых 200 рублей. Следующего выбираю я. И хочу взять вот такого серенького зайку. Он как будто грязный. Но в нем нету блесток. Что ты нам принес? Смотрите, как я придумала. Натягиваем. Отрезаем. О, вообще удобно. Лайфхак. Если будете покупать такие штучки, то имейте ввиду, так быстро можно достать денежку. 100 рублей. Следующий пускай будет голубой. Мы еще не открывали, кстати, ни один. Голубой кролик не был открыт. Лешка. Смотрим, что же нам тут досталось. В голубеньком кролике. Голубенькая денежка. Раз уж голубом кролике нам досталось 1000 рублей, хочу следующим тоже открыть голубого кролика. Да и вообще, давайте сделаем так. Соберем всех голубых кроликов и посмотрим, какие денежки там будут. А вдруг в голубых кроликах голубые денежки? Проверим этот мой небольшой такой лайфхак. Ребята, их оказалось 9 штучек. То есть, всего было 10 голубых кроликов. Открываем первого. Сажаем его в команду. И смотрим, что тут по деньгам. Тут была сотка. 100 рублей было в первом голубом кролике. Теперь достаем всех кроликов и денежку. Кроликов отправляем на базу. Пускай они охраняют кукурузу. Вернее, капусту. Они охраняют нашу капусту, ты не понял? А, точно. Теперь смотрим, что тут за денежки нам предстоит найти. В общем, первая сотка. Чау-чау-чау-чау. Еще сотка. Тут должны быть голубые купюры. Что за фигня пошла? Опять сотка. Здесь точно должна быть тысяча. Опа! Опа, ребята! Тысяча. Я вообще экстрасенс. Экстрасенс. Тысяча рублей найдено. У-ху! Следующая. Я думал, пятерку прикинь. Да, было бы круто, но тут сто. Следующая, походу, тоже, ребятушки, сотка. Как бы было круто, если в каждом голубом кролике мы находили бы тысячу рублей. У нас было бы уже десять тысяч, но нифига подобного. Еще сто. У нас остается последних две заначки с деньгами. Сто. И еще одна. Ой, там что-то зеленое, я прям вижу, смотрите. Наверное, двести. Да, ребята! В последнем шарике было двести рублей. Предлагаю следующего зайку открыть персикового цвета. Такого мы еще не открывали, представляете? Допустим, вот этого. Такая усипучка. Мне они уже нравятся. Даже круто, наверное, что это не просто сквиши. Яйца высвеживала. Ого! Нормально так высадилось! Тысяча рублей еще найдено и добавляется к нам в кассу. И давайте откроем еще одного зайку. Какого выберет Денис? Давай желтенького. Хорошо, берем желтенького зайку. Открываем. И его оставим на охрану капусты. Смотри, там не красно. Не красно, это уже, в принципе, хорошо. Оооо! Там синяя. И вытянул тысячу. И таким образом мы открыли уже 20 денежных сквиши. Давайте подведем такой небольшой предварительный расчет, что у нас уже есть. Сначала посчитаем крупняк. Тысяча, две, три, четыре, пять. Шесть тысяч рублей! Нормальненько. Предлагаю следующих зайцев снова выбирать по цветам. И давайте следующий цвет будет желтый. Раз желтый зайка. Два желтый зайка. Три желтый зайка. Осталось всего лишь три желтых зайки. И первый зайка таил. Немного он охранял. Большую сумму ему не выдали. Видимо, плохой охранник. Тут сто рублей. Второй зайка. Тоже с соточкой. Ну и последний, третий желтый зайка. Не поверите, но здесь тоже было 100 рублей. Предлагаю следующий цвет выбрать оператору. Каких зайцев сейчас мы будем открывать? Давай сиреневых. Окей, собираем всех сиреневых зайек. 13! Вы представляете, нас ждет 13 фиолетово-сиреневых зайцев. Погнали их вскрывать. И в первом зайце была очень хорошая крупная купюра. Но не будем радоваться заранее, да? Вдруг дальше будет хуже. Во! Спустились с небесной земли. Тут сотка. В следующем у нас тоже сотенчик, ребят. Следующий. Еще одна соточка. Как красоточка. Следующий. Тоже 100. Да, ребята, здесь было тоже 100. Ну давай, следующий шарик точно должен быть прибыльным. Опять 100. Аллилуйя! Тысяча! Тысяча рублей! Мне очень нравятся денежные сквиши. Я нахожусь здесь тысячи рублей. Редко, но все-таки метко. Это еще далеко не все. У нас тут еще очень много фиолетовых сквишей. Так что смотрим. 100. Сто. Еще 100. Опа! 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 Опачки! Опачки! Пачки! Пачки! Тысяча! Пачки! У нас осталось всего лишь два пакетика с деньгами. Смотрим, что же здесь. 100. Ну, понятно. И 100. Как-то так. Кто заметил, сколько тысяч мы нашли в фиолетовых зайках? Пишите в комментариях. Ну, а я буду лайкать ваши комментарии. Ну, сейчас пришло время выбрать следующий цвет. И я предлагаю выбрать беленьких, самых миленьких зайчиков. Собираем, посмотрим, сколько у нас их есть. Все, ребята, 6 зайчиков. Надеюсь, вы готовы узнать, что таится под их маленькими папками. Блин! Вот тебе и папа сквиш. 100 рублей. Давай. Симпл димпл папа сквиш. Папа сквиш. Надо точно завалиться сотка. Вот это симпл димпл. 100 рублей, ребята. Ой. Тысяча. Вот тебе и симпл димпл. Здесь была 1000 рублей. Какая радость. Кладем ее сюда. О, еще. У-ху. Гуляем просто. Две подряд. Пипец. Вообще. Кутеж. Балдеж. Ребята. Полный симпл димпл. Еще одна тысяча рублей. Давайте смотреть, что здесь. Не, у нас тут 1000. Фух. Не 1000. А то бы я так орала сейчас. Тут была соточка. Ее мы складываем вот сюда. Следующие папы сквиши готовы. Они будут зелененькие. Все, смотрим, что у нас тут. 5 тысяч. Мист. А, кто? Денис уже думал тут 5. Но нет, ребята, здесь 100 рублей. Двести. Двести. У соседей на поместье. Сто. Смотрим с тобой в дубло. Следующая. Тысяча. Тысяча сосиска на ките. Ребята, 1000 рублей. Тут 500, что ли? Ребята, первые пятисотки у нас не было еще. Реально. Класс. Прикольно. Полный симпл-димпл. Тут 100. Еще один симпл-димпл в виде 100 рублей. И последний, что ли? Блин, ребята, это последний. Я из зеленых. И тут было 100. Вот такой вот симпл-димпл. И 1500 есть. Ну, конечно, соток больше всего. Следующие кролики у нас уже тоже выстроены в ряд. Я не знаю, как их назвать. Ну, пускай это будут полупрозрачные покемоны. Их у нас тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штучек ровно. Начинаем открывать. Так, ребята, зацените. Там вообще ничего не понятно. Ну, такой папицкий 100 рублей. Да неужели в этих маленьких хороших кроликах будут одни сотки? Тут реально сотка. О, это не круто. Тоже 100. Зайцы, вы че, блин? Ну, вы че? Сотки мне подкидывайте. Еще 100. Тут тоже 100, ребята. Причем очень хорошо укомплектованное. 100 рублей. Тоже 100. Пригиньте, вообще все сотки будут в этих зайцах. Да, походу, так и будет. Тоже 100. Вот она, мятенькая, симпатичненькая. Остается последняя нетронутая купюра. Что же здесь таится? У-ху! Традиция соток не была изменена, да. Тут было 100 рублей. И во всех зайчиках вот такого прекрасного цвета были сотки. У-ху! Следующая партия готова. Это персиковые кролики. Я их заряжаю на хорошее настроение и деньги. Давайте посмотрим, сколько их. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять. О-о-о! 12 штук! Кстати говоря, вот эти кролики очень похожи на хомячков. Зацените. Как будто маленькие хомячки. Если не смотреть на их ушки. Чувак, сколько ты мне денег принес? Я вот думаю, что ты мне много денег принес. Ты чего, блин? Сто. У-у-у! Тысяча. Сто. Тысяча. Двести. Тут было сто. Тут просто сто. Тут тоже сто. Двести рублей банка России. Сотка. Еще сто. Сто рублей. Вот такое количество сквиши у нас осталось. Кстати, я заметила, что мы каким-то макаром пропустили зеленого. Зеленого кролика! Его мы пока что уберем в сторонку. Но в основном тут все розовые. Но причем они разные. Есть просто нежно-розовые. А есть вот такие, как бы типа полупрозрачные. И сейчас мы попробуем отделить вот этих вот розовых-розовых. И откроем именно их. Ребята, 13! 13 маленьких розовеньких кроликов. Погнали! Сотка. Еще сто. Еще сто. Тысяча рублей на барабане. Барабанная дрога. Ищем дальше тысячу. О! Ну, это тоже, в принципе, неплохо. А, это что, тоже тысяча? Я думала, это 200. Думала, тоже 200. Тоже, да? А! А знаете почему? Потому что здесь была вот такая зеленая часть купюры. И тут была еще одна тысяча просто. Куш! Сто. Опа! Не полтинник? Нет, не полтинник! Тысяча рублей! Пятьсот! Пятьсот! Сто! Стоп! Не сто! Вообще не сто, еще тысяча рублей! Красота! Главное, ее не порвать! И последняя! Последняя купюра, которая была в розовых зайцах! Вау! А неплохо так! Неплохо так нам осталось! Тут было тысяча рублей! Следующие у нас на очереди тоже розовые кролики, но немножечко отличающиеся. Итак, раз, два, три, четыре, пять. У нас их ровно 11 штук. Начнем с вот этого покемона. Что ты мне принес? Показывай. Ууу! 200 рублей принес тот покемончик. Как говорится, на симпл димпл хватит. На том спасибо. Оп! Живем-живем. Сотка, на самом деле, здесь не так-то уж и много. Эх, 100 рублей. Хоть бы здесь было 200. Я хочу почему-то 200 рублей. Прикиньте! Я не могла объяснить свое желание, но здесь реально было 200 рублей. Хватит еще один симпл димпл взять. Да, Денис, 200? Будем покупать симпл димплы. Ооо! 5 тысяч! 5 тысяч! Нифига себе! Офигеть, ребята! Нашли 5 тысяч впервые за доллар. Долгое-долгое время, наконец-таки, в денежной штуке была реально денежная штука. Прикинь, тут еще такая пятера. Нет, тут не пятера, но 200 рублей. Сотка, короче. Этот вообще какой-то грязный. Где он валялся? Видимо, за деньгами ходил. О! Я же говорю, ходил за деньгами. Видимо, менял. На тысячу рублей нам наменял. Неплохо, молодец. Этот тоже, видимо, с ним куда-то ходил. И тоже тысячу нам принес. Есть. Нифига. Нифига, нифига. Есть сердечки. Опа! И последний розовый кролик. Ооо! Еще двушечка! Прикиньте! Люблю розовых кроликов. Вымоем сердечки навсегда. Четыре последних денежных сквиша. Три серых. И зеленый. Пятьсот рублей. Нифига, нифига. Пятьсот. Следующая. Опа! Тысяча. Давай, сереньки, не подведи. Реально, ребята, еще пятьсот рублей серые. Какие-то вообще суперкрутые кроллы оказались. Не зря мы их оставили на самый-самый десертик. Ну и последний денежный сквиш. Зеленый. Мне кажется, там 200. Я ее отрезала! Я ее отрезала, серьезно? Да, ребята, здесь было 100 рублей. И вот видно, это я подрезала. Ты ее подрезала. Эксклюзивная соточка теперь. Ну что ж, теперь самое время устроить подсчет денег. Пять тысяч рублей пишем в калькулятор. И теперь переходим к самому главному. Конечно же, к соткам. Их было 100% больше всего. Итого у меня получилось не много, не мало. 63 купюры по 100 рублей. Прибавляем 6300. Теперь, вау! Двухсоточки. Раз, два. Ровно 10 штук или 2000 рублей. Плюс 2000. Теперь 500. Их было немного. Четыре штуки. 2000. И теперь тысячи. 23 тысячи рублей. 23 купюры по тысяче. Прибавляем. Итого у нас получилось 38300 рублей. В плюс мы не ушли. Хотя, очень бы хотелось. Я очень на это надеялась. Потому что были шансы. Ну, теперь давайте узнаем, насколько мы в минусе. Вычитаем 45 тысяч рублей. И мы в минусе на 6700 рублей. Это один из лучших результатов за последнее время. Учитывая то, что у нас еще есть 100 маленьких сквишей. Можешь рассказать, что мы остались где-то на нуле. Я думаю, что они стоят недешево. Так что, по-любому, где-то 70 рублей за штучку. Так что мы в нуле. Супер. Ну что, ребят. А на этом видео подошло к концу. Надеюсь, что оно вам понравилось. Вы ему уже поставили лайк. И напишите в комментариях, что вы видели. Денежно, что я еще не заказывала. Всех вас очень люблю. И пока!